Непонятно, зачем тянут время. Седьмой месяц после жуткого ДТП, а виновник до сих пор не получил наказание. Дмитрий Коган, который 3 августа 2014 года насмерть сбил двух девушек, до сих пор даже не ознакомился с материалами уголовного дела. К тому же в начале февраля он обратился с жалобой, что его ограничивают в этих сроках. Возможно ли в этом резонансном деле и вовсе избежать наказания? И что думают на этот счет адвокаты в нашем репортаже? Ну, фактически 3 тома это как полтома. 2,5 тома, если разобраться. 3 тома уголовного дела, всего 700 страниц. До сих пор не может осилить другая сторона виновника ДТП на Ленина. Напомню, Дмитрий Коган, нарушив правила дорожного движения, пролетел на красный, где столкнулся с другой машиной. Автомобиль Когана отбросило на двух девушек, которые погибли на месте. 18-летний водитель, ученик медицинского университета и сын главного врача одной из красноярских больниц до сих пор не понес наказание. В феврале он обратился с жалобой в железнодорожный суд, что его ограничивают в сроках ознакомления с материалами уголовного дела. Но адвокат стороны потерпевших уверен, причина неубедительна. Ходить и читать по 10-15 листов материалов дела, половина из которых составляет экспертизы, с которыми они уже ранее знакомились, и половина из которых составляют процессуальные документы, которые не имеют под собой особо ничего существенного. А третья часть – это все ходательства, заявленные Коганом, либо его защитниками, о которых они тоже в курсе. Тем не менее, адвокат Дмитрия Когана сегодня новостям ТВК по телефону пояснил, что они не успели ознакомиться именно с последним, третьим томом. Мол, суд ограничил их во времени до 12 февраля. А поскольку его подзащитный не успел это сделать до установленного срока, молодой человек подал жалобу в железнодорожный суд. И сейчас они ожидают решения. Вот только затягивать такое дело не имеет смысла, считают некоторые адвокаты. Ведь уйти от наказания, например, по истечению срока давности преступления, не получится. Дмитрию Когану вменяется 264-я статья «Нарушение правил дорожного движения. Деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Это дело относится к категории тяжких, а срок давности у таких 10 лет с момента совершения преступления. Суды часто исходят из такой нормы «дин том уголовного дела в день». Бывает больше, бывает меньше. Конечно, если дело 120 томов, никто не даст полгода на это. Ну, если тома 3-4, ну, вполне возможно, установят еще неделю, ну, 10 дней максимум. Экспертизы, я так понимаю, уже все проведены. Если приступил уже обвиняемый к ознакомлению с делом, я думаю, новых материалов дела не появится. Поэтому я совершенно уверен, что, наверное, в этом году приговор уже будет вынесен. Но даже громкие дела не всегда заканчиваются быстро, говорят адвокаты. Примерно шумевшее ДТП, которое произошло в марте 2013 года, когда автомобиль вылетел с проезжей части и врезался в балкон второго этажа, после чего рухнул на пешеходов, придавив мужчину и покалечив маленького ребенка. Приговор водителю был оглашен через 9 месяцев. Его осудили на 2 года и 6 месяцев в колонии-поселении с лишением права управления автомобилем почти на 3 года. А также он обязан выплатить семье потерпевших компенсацию морального вреда 2 миллиона рублей. Однако появилась информация, что уже в марте будет вынесен приговор другому нарушителю ДТП, которое произошло на неделю позже аварии Когана. На улице 9 мая, когда водитель влетел в «Газель», две девушки, которые в этот момент находились в его салоне, погибли. С момента аварии с участием Когана прошло 7 месяцев. Водитель с подпиской о невыезде продолжает учебу в университете. Юлия Афанасьева, Захар Письменных, Александр Сагадак, Владимир Антонов. Новости ТВК.